Всем привет, чуваки! Это воскресенье. Это воскресенье. Это 27 марта. И вот, наконец-то, мы едем ремонтить. Мы с утра проснулись. Сейчас только что позавтракали всего лишь. Это еще не вечер даже. И даже нет 10 часов. Да. И нам нужно до часа, наверное, до 12 сдать пылесос. Поэтому у нас время до этого часа, чтобы все пропылесосить еще раз, прогрунтовать все и отвезти, собственно говоря, пылесос, и потом мы поедем гулять. Гулять по Краснодару. Так что отправляемся в веселое воскресенье. Короче, ребят, Алиска домазывает. Пол сейчас грунтовкой заливает. Все стены, потолок, все промазали. И я везу пылесос, опаздываю. Просто через 2 минуты, через минуту уже будет ровно сутки, как он у нас. Это плохо, потому что ехать мне еще минут 10-15, для того, чтобы сдать его. Я надеюсь, мне не предъявят, типа, там, еще за час плати. Хотя это все мелочи, на самом деле, потому что за сутки 400 рублей. Я не знаю, сколько за час получается. На 24 поделите. Я вот не буду делить, потому что мне нужно ехать, сконцентрироваться на дороге. Ура, друзья, я успел все четко, вообще никаких претензий не было. Сдал пылесос, получил залог, 5000 залога был за пылесос, и 700 рублей обошелся он нам, потому что мы 2 мешка использовали. Все, еду помогать грунтовать пол. Нет, надо было не так сказать, надо было сказать. Еду помогать пол грунтовать. Все, короче, ребята, закончили мы это все дело. Я пока катался за пылесос, отдавал пол, уже без меня покрыли. Все выглядит сейчас так, хоть и темно, но чистенько, потому что пыли вообще нету. Все, отправляемся домой, мыться, обедать и гулять по Краснодару. Гулять по Краснодару. Приехали домой, покушали, что-то меня вообще разморило. Прям я хочу спать. Да, типа, спать, лечь. Но нет, мы едем, мы едем, как и говорили, мы едем в город сегодня, все, больше никакого ремонта, никакой стройки. Да, мы сначала в магазин, там можно сказать, что заехать к брату, вот, а потом, блядь. Потом гулякать. Сколько времени? И еще есть в плане заехать, кое-куда перекусить. Времени, я не знаю, что-то три. Это сделать до того, как солнце сядет. То есть у нас немного времени. Зайдет, солнце уйдет, солнце уйдет, все, пойдем. Майкнутый идиот. Все, ребят, мы приехали к торговому центру «Кристалл». Отсюда только видно его пику. Алиска с Данилом пошли вовнутрь, что-то там смотреть, что-то покупать. По-моему, какую-то сумку. Сегодня я решил прокатиться на заднем сидении. Первый раз, наверное, вот так вот. Алиска за рулем, а я, короче, здесь такой король-барон. Ох, это чтобы снимать вам. И вот тут, и потом вот там. Короче, мы решили после плотного обеда сгонять вафли, вафли и закинуться еще вафлями. Я даже не знаю. Когда мы покушали, мы такие солистские. Нет, сладкие вафли мы сегодня не хотим. Будем есть не сладкие. Но сейчас я чувствую, что я готов даже к сладким вафлям. Потому что они дико вкусные здесь. Очень вкусные. Вот пока постные вкусные. Потом пост закончится, к сожалению, все. Нам дорога туда будет закрыта. Яблоня зацвела. Офигенское. Уже что такое не зацвело, яблоня до сих пор не цвели. Вот и зацвела. Все. Я уже отстал что-то совсем. Все уже давно в вафлях сидят практически. А вот и они. Вот она, детка, мои мечты. С персиковым джемом. Травяной чаек. У Алиски апельсиновая. Все, ребят, покушали вафли. Вафли. И отправляемся. Куда? В ботанический сад. В ботанический сад? Да. А что там будем делать? Гулять. Гулять в ботанический сад? ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ребята, мы успели только зайти вот сзади ворота. Вы бы знали, какой здесь запах. Просто вообще безумно волшебный аромат цветущих вот этих вот растений. Обалденно. Мы просто не зря сюда приехали. Я опять налегке. Немножко прохладно. Вот спереди, например, в пуховике идет девушка. Видите? Просто в пуховике. В то время, как я в свитере. Видали павлина? А ну распуши хвостик. Щи огромный. Вот кажется, что маленький, а на самом деле прям реально большой. Здесь обалденно летом. Летом здесь просто шикарно. Я вот так вот хочу поснимать, чтобы было видно на фоне чего вообще я снимаю. Летом здесь безумно офигенно, потому что здесь можно сделать пикник. Сесть где-нибудь в тенечке в каком-нибудь, потому что, ну, летом печет. И перекусить что-нибудь, почитать книжку, я не знаю. Ну, здесь офигенный воздух. Я буду это повторять еще раз десять сегодня. Здесь офигенные звуки, потому что поют птицы. Павлины всякие ходят. Да, в неволь. Ну, что поделаешь. Ну, блин, атмосфера здесь здоровская. Здоровская. Дикая какая-то, чистая. Дикая какая-то, чистая. Все, мы приехали домой. Сейчас будем пить кофе. Причем кофе с молоком алпрошным, которое специальное для кофе. Для капучино. Для капучино. Вот ты представляешь, как ты сейчас фалшебство все испорчил? Я как бы в темную комнату зашел, включил свет, а тут как бы голос уже. Ты что здесь в темноте делала, вопрос. Я когда сказала, я об этом уже подумала, что я на кофе началась. Вот, ребят, мы купили пахлаву. Будем все это кушакать. Давай, падай. Короче, сейчас будем лакомиться кофейком. Хотели еще печеньки сделать, причем заехали, купили для этого бананы, овсянку, но лень. Мы сделаем завтра. Да. Ой, пока поспать бы неплохо. Да ну че. Доигралась. Вздумала щекотить человека, на котором лежит. Ты ж не боишься щекотки. Ты спиняли. Ой, ну кто не боится, так это ты. Иди сюда. Ну ты че творишь? Я не уронил. Я сейчас только... Ну все, в ответку пошел. Я пошел в ответку. Все, друзья, кофе уже позади, пахлава внутри, сверхъестественное впереди. Но перед тем, как мы будем смотреть сверхъестественное и с вами попрощаемся, я хотел немножко пару слов сказать про новый айфон. У многих сейчас в интернете бомбит, да и не только в интернете, много статей всяческих, типа множество причин, почему не стоит покупать новый айфон. И первое, что меня, как бы, у меня бомбануло от того, что у кого-то бомбануло, это дизайн. Все начали писать, типа, почему не придумали новый дизайн? А никто не подумал о том, что действительно айфон 5s был, видимо, идеальным, идеальной формой. И ведь множество поклонников 5s действительно любили этот телефон. До сих пор, наверное, любят за его компактность, вот эти прямые углы какие-то. Он такой какой-то, не как мыльница, которая вот с изогнутыми овальчиками какими-то. Он такой рубленый весь, классненький. Я бы сам такой купил бы, возможно бы, но у меня мой Samsung Note 2 все еще живет, поэтому не вижу смысла его менять, потому что он меня во всем устраивает. И что касается дизайна, опять же, размер экрана. Как Apple откатились до 4-дюймового экрана обратно, это, конечно, интересно. Я тоже не думал, что такое может произойти. Но, с другой стороны, может быть, хватит пялиться в телефоны? Ребят, а? Мы же смотрим там на них фильмы, читаем книги. Да хватит уже, а? Давайте смотреть по сторонам. Телефон на то и телефон, чтобы разговаривать, читать смс-ки, сфоткать что-нибудь. Опять же, камера. Камера там лютенькая, по-моему. Причем снимает в разрешении 4К. 4К это неплохо. В общем, и сфоткать тоже это не самое главное. Самое главное разговаривать за телефон. Да, все-таки, да. В любом случае это самое главное. Это телефон. Это телефон. Смартфон, телефон. Фон, фон, фон. Алло, алло. Вот. 12-мегапиксельная камера, что касается цены, это тут самый важный момент. Он дешевле, чем 6s, и дороже, чем 5s. То есть что-то между. Вроде как можно взять около 38 тысяч, потратив взять свеженький, новенький 16-гигабайтный iPhone SE. Напичкан он новинками, поэтому я не вижу вот этого смысла бадхертить по поводу того, что он выглядит как старый. Выглядит и выглядит, зато внутри он крутой. Я бы тоже был, может быть, задумался взять такой телефон, но опять же повторюсь, Samsung Note 2. Я не знаю, ему уже четвертый год, наверное. Вот таким вот образом мы будем смотреть сейчас с лост-фильма сверхъестественное. Все, вот и подошел к концу этот денечек второй выходных, который оказался совсем не выходными. ни первый, ни второй день, как-то все... Вообще, эти последние выходные, они все такие были. Но сегодня как-то было проще, чем вчера. Да, во-первых, мы поработали втроем, это было намного быстрее, чем если бы мы делали вдвоем работу. Плюс мы еще и погуляли хорошо, так подышали. Ну, все так все видно. Павлины, да, павлины. Павлины? Да, и индюшки. Да, индюшки там шарились. Все, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Мы будем смотреть сверхъестественные, ложиться спать. Смотреть сладенькие сны про ремонт. Все, до завтра. Пакеда! Пакеда! Это телефон, это телефон. Это телефон, это телефон. А это телефон? Нет, это не телефон. А ты телефон, да? Иди сюда. Сюда, сюда, сюда. С самого. С самого. Калалалай, пикутупан.